Следующий выбор, кабинки побольше надо. Русские ракеты не входят в стандартные кабинки. Стой, это должно быть медленно. Избиратель в костюме ракеты с надписью «Сармат» возглавляет хит-парад креативных голосующих. Примерить на себя необычный наряд и прийти в нём на выборы решил сотрудник районного дворца культуры из Ленинградской области. А это уже кадры из Бурятии. На избирательный участок пришёл медведь. Именно в таком наряде местный житель решил исполнить свой гражданский долг. Кстати, у него тоже возникли проблемы со входом в кабинку для голосования. На другом участке в той же Бурятии проголосовала панда. В участковой избирательной комиссии заверили, что у зверька были документы и нарушений сотрудники ЦИК не зафиксировали. Как нам наша с вами жизнь удалась? Особенно вам. Мужчину в белых одеждах с крыльями на спине и мигалкой. На голове зовут Андрей Христофоров. Он защитник природы и общественный деятель из Архангельска. Пришёл на избирательный участок с пакетом навоза. Хотел удобрить выборы, говорит активист. Проголосовать ему разрешили, а вот содержимое пакета разбрасывать в помещении не позволили. В Барнауле перед походом на выборы не одеваются, а раздеваются. Таким образом голосуют люди, занимающиеся моржеванием. Причём в плавках и купальниках они приходят на избирательные участки не впервые. Необычные избиратели были замечены и в других городах нашей Родины. В Санкт-Петербурге проголосовала группа рыцарей. А в Новосибирске свой голос за одного из кандидатов отдал человек в костюме телепузика. А в Рязанской области выбирал президента дракон. К слову, последним двум при получении бюллетеня пришлось разоблачиться. Члены избирательной комиссии попросили креативных избирателей снять маски, чтобы рассмотреть их лицо и сравнить с фотографией в паспорте. По информации Владимирского регионального избиркома, в нашей области необычных избирателей не наблюдалось. Алексей Дудин, 6 канал.